Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В Рязани издана книга, которая рискует стать библиографической редкостью. У нас в студии ее автор, писатель-публицист Сергий Север, известный в повседневности как Сергей Перембаев. Книга «Христианская Италия» готовилась около двух лет, начиная от зарождения самой идеи создания такой книги и заканчивая последней строчкой, написанной в этой книжке. Почему она уже называется редкостью? Что там есть такого, чего до сих пор не было? Во-первых, формат подобных изданий в последний раз выходил в свет в России на рубеже XIX-XX веков. Формат путевых заметок, заметок паломника. Вот в таком виде подобные издания выходили более ста лет назад. Во-вторых, за это время появились новые исследования, появилась масса новой информации, какие-то новые переводы. Поэтому все это в этой книге учтено или по максимуму, по мере возможности, было включено в эту книгу. Кроме всего прочего, здесь присутствует более 300 моих авторских снимков. Некоторые из них, может быть, являются довольно-таки оригинальными. Поэтому все это по содержанию делает ее довольно необычной книгой. Это просто интересная книга, которую не стыдно подарить на приближающееся Рождество Христовое или другой праздник, которую довольно приятно будет и разумно иметь в своей собственной библиотеке. И еще добавлю, почему это стало редкостью уже сегодня, потому что эта книга, потому что тираж первый, он всего 300 экземпляров. Из них какая-то часть уже разошлась по учебным заведениям, по библиотекам и так далее. То есть реально в продаже появится около двух сотен экземпляров и не более того. То есть, конечно, с Божьей помощью, Божьей милостью, может быть, будут и последующие издания, и во всяком случае работа эта ведется. Но вот этот именно тираж, он такой вот небольшой. А как вы думаете, она может претендовать на некий учебник, учебное пособие для школьников, студентов, путешественников? Вполне, потому что в этой книге осуществляются довольно-таки широкие исторические экскурсы. Довольно подробно рассматриваются жития многих известных и почитаемых на Руси святых. Таких, как Николай Угодник, таких, как создатель славянской письменности, святой Кирилл. И многие-многие другие. Поэтому всем, конечно же, широкому кругу читателей будет очень интересно почитать и что-то подчеркнуть для себя в этой книге. За что цеплялись критики? Вот это самое интересное. Критика в любом случае, она полезна, а наверняка она уже есть. К сожалению, пока какой-то сильной критики нет. И это меня очень сильно настораживает. Даже один из наших маститых историков рязанских, заведующий кафедрой церковной истории, кандидат исторических наук Олег Павлович Мартынов в нашей Рязанской православной духовной семинарии. И то он высказал при лицензировании такой минимум каких-то вопросов, минимум каких-то претензий, больше такого редакционного характера. Это неожиданно? Это неожиданно, совершенно неожиданно. А чего хочется? На самом деле больше всего хочется, чтобы люди просто отвлеклись от своих повседневных суетностей и посмотрели на красоту Христа. То есть это, как и в кратком содержании, и в введении в книге сказано, основная цель и задача этой книги. То есть посредством великих христианских святынь, неразделенной церкви, которая находится в Италии, волей судеб и такой турбулентностью некоторой истории, чтобы как можно больше людей прикоснулось к этим святыням и немножко отвлеклось от злободневных суетностей. А вот с вашим псевдонимом связана какая-то история? Почему Север? Да на самом деле никакой истории не связана. Тут несколько составляющих. Во-первых, я сам родом у Черниговской области, а в Древней Руси эта местность, этот регион назывался Север или Северщина, или Северщина. Ну, там, в зависимости от разных произношений, разных этнических групп славян. А во-вторых, это такое небольшое сокращение от словосочетания «Северую». Вот и все, собственно. У вас ведь несколько достаточно любопытных проектов. Расскажите об остальных. Другая какая-то составляющая моей творческой деятельности заключается в том, что многие, наверное, знают, что я уже довольно давно пишу песни, пишу стихи. И в последнее время это было связано с определенной православной, христианской тематикой. И мной в сообществе с хорошими друзьями, помощниками была создана программа «Солдаты Христа», основанная на песнях известного автора и исполнителя протерея Олега Скобли. Недавно был записан новый альбом под названием «Догматика». Это уже сугубо мое творческое переложение стихов Григория Богослова и Симеона Нового Богослова, положено на мою музыку. Все это в бесплатном доступе есть на моем сайте, так что можно свободно захотеть, слушать, скачивать, если кому-то необходимо. А вот кому это необходимо, по-вашему? Я понимаю, что вера – это такой достаточно тонкий вопрос, она как бы есть, но не хочется ее афишировать большинству, по крайней мере, людей. Мне хочется понять, вот эти песни, кто их все-таки слушает? У вас есть какие-то концерты или это вот для того, чтобы закрыть в комнате дверь и просто немножечко побыть самим собой? Вы знаете, для всех по-разному, но я думаю, что это нужно всем. Это нужно и тем, кто еще не вошел в церковь, это нужно и тем, кто уже там находится. Потому что вера – это то, что очень трудно приобрести и очень легко потерять. Поэтому одним это нужно для того, чтобы как-то приобщиться, а другим это нужно для того, чтобы утвердиться, не потерять, сохранить. Давайте вернемся к книге. Любой факт, который будет интересен, вот чтобы зацепить немножко. Может быть, описанный вами, а может быть, это связано с работой, которую вы проделали, может быть, было трудно добыть какую-то информацию. Да всю информацию добывать довольно-таки сложно по разным причинам. И все эти причины, они в разделе от автора, они указаны. В том числе и одна из причин заключается в том, что итальянцы и русские, они очень похожи между собой. В том числе и в каком-то вечном стремлении к достижению порядка. Поэтому часто бывают какие-то объекты закрыты и невозможно найти того человека, который как бы смог открыть доступ к тем или иным. Святыням, да, часто что-то находится на вечном ремонте, как сами итальянцы говорят. Ну, в общем, масса каких-то сложностей. Ну, и потом, знаете, ведь всегда, как говорят, благое дело, оно всегда связано с массой искушений. И вот если говорить коротко об одном из таких искушений, то можно, пожалуй, рассказать об одном случае, который произошел после того, как мы с моей супругой, из которого вместе собирали материал для этой книги, побывали у Великой Христианской святыни Туринской плащаницы. И случайно совершенно, ну, конечно же, не случайно, но так, образно выражаясь, случайно, мы забыли в поезде ценный пакет. Поезд шел проездом из Турина в Рим через Милан. Мы выходили в Милане и, соответственно, оставили в поезде свой пакет. И надо же такому случиться, что на следующий день вот каким-то чудом он обратно к нам вернулся. Вот в этой книге этот случай подробно описан. То есть вы говорите о том, что если верить, то все гораздо проще. Да, и несколько таких случаев я привожу для иллюстрации этого постулата. Те святые, к которым стремишься всей душой и к которым хочешь попасть, в помощь которых веришь, они тебе помогают, незримо помогают. И если, опять же, говорить коротко, то в один из наших полетов к мощам Святого Николая Угодника была такая погода ужасная в Европе. Мы летели с пересадками и казалось, что мы вовсе не имеем никаких шансов туда попасть, потому что половина аэропортов просто не работала. Но вот опять же каким-то чудом мы туда попали. И об этом тоже написано вот в книге. Спасибо за эти 10 минут. Не забывайте верить в чудеса и не забывайте смотреть нашу программу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова